Щелкает локоть, когда делаешь отжимания или подтягивания, или просто когда сгибаешь руку в локте, у меня плохие новости. Если при этом данные щелчки не доставляют тебе никакого абсолютно дискомфорта, ты просто их чувствуешь, когда сгибаешь или разгибаешь руку вот в этом моменте, не знаю, поймает ли камера, у меня тоже есть эта штука, как будто перещелкивает что-то через кость, то есть две основные причины появления этой ерунды. Первая причина – это сублюксация локтевого нерва, а вторая – сублюксация медиальной головки трицепса. Что такое сублюксация вообще? Сублюксация – это частичная дислокация, то есть вот здесь на картинке можно посмотреть разницу между сублюксацией и дислокацией. Говоря простыми словами, сублюксация – это когда что-то оказывается не там, где оно должно быть. В данном случае в ваших костях есть определенные канавки, в которых и должны находиться, соответственно, локтевой нерв. Проблема в том, что очень редко, но, к сожалению, непонятно по какой причине, они из этих канавок выскакивают. То есть вот на видео можно видно, как локтевой нерв выскакивает из этой канавки, а при возвращении руки в исходное положение он в нее обратно возвращается. Обычно это не сопровождается никакими болевыми ощущениями, в редких случаях это может приводить к онемениям пальцев. Но в любом случае, если у вас нерв туда-сюда бегает и трется об кость, это не очень хорошо. И, говоря честно, это вообще очень плохо. Это грустно или весело? Это печально. При этом, если говорить про сублюксацию локтевого нерва, то она одинаково часто возникает у мужчин, у женщин, у молодых, у старых, у спортсменов, и у диванных экспертов. По какой причине это происходит, неизвестно. Скорее всего, это генетические особенности развития организма. В противовес этому, сублюксация медиальной головки трицепса обычно поражает молодых атлетов с развитой мускулатурой. Потому что из-за развития этой самой мускулатуры увеличивается площадь крепления медиальной головки, и она начинает как бы перещелкивать через надмощелок при сгибании и разгибании руки в локте. Ну а теперь о грустном. К сожалению, не существует консервативных способов решения этой проблемы. То есть способа устранить причину, источник, просто нет. Все возможные решения будут бороться со следствиями. Да, можно заняться растяжкой, что позволит снизить натяжение трицепса, и, соответственно, несколько облегчит ситуацию. Да, можно начать употреблять больше продуктов, полезных богатыми различными веществами, которые будут позволять организму строить коллагеновые волокна. С определенной долей осторожности можно использовать в своих тренировках различные бандажи, которые будут ограничивать подвижность в волоктевом суставе, но при этом они также будут ограничивать и кровотоки, и это может не очень хорошо сказаться на ваших венах. И что совершенно точно не нужно делать, это тратить свои деньги на курсы ударно-волновой терапии, или закупаться хондроитином и глюкозамином, потому что эти вещи абсолютно никак не исправят положение. Еще раз, все происходит, вот эта вот ситуация вся происходит из-за того, что у вас нерв и, и, или медиальная головка трицепса выскакивают при движении. Это физическая проблема, и, к сожалению, устранить ее можно только физически, хирургическим путем. И проблема заключается в том, что даже если сейчас вам эти щелчки не доставляют никакого дискомфорта или боли, то с течением времени, с увеличением количества повторений, которые вы выполняете по мере старения организма, вероятность того, что произойдет травма из-за физического перетирания или нерва, или медиального крепления, крепления медиальной головки трицепса, она будет постоянно нарастать, и ничего вы с этим сделать не можете. Единственный полезный совет, который я могу дать тем, кто не хочет, и я лично призываю людей, не рваться на прием к хирургу, если пока что проблема не доставляет вам критического дискомфорта и не создает критических проблем, это ограничить движение, которое вы выполняете. Наверняка вы заметили, что далеко не во всех движениях и далеко не со всей нагрузкой вы будете чувствовать вот эти перещелкивания. Возможно, если вы делаете движение под каким-то другим углом, чем обычно, перещелкивание не происходит. Или если вы занимаетесь с меньшей нагрузкой, или выполняете движение в меньшую амплитуду. Любой из вариантов, который позволит вам избегать постоянного щелчка в вашем локте, будет положительно сказываться на вашем здоровье. Естественно, это очень и очень серьезное ограничение, из-за которого, например, вы можете забыть о том, чтобы даже пытаться выполнить отжимания на брусьях в полную амплитуду, если вам важно здоровье ваших локтевых суставов. Когда в следующий раз придете на площадку, пожалуйста, не нужно стесняться выполнять движение именно в той амплитуде, в которой вы можете его выполнить. Очень большая проблема с тем, что многие люди считают, что упражнения должны выполняться обязательно в полную амплитуду, и начинают необоснованно хейтить тех, кто не делает движения в полную амплитуду. Если вы видите кого-то, кто делает подтягивания в частичную амплитуду или отжимания на брусьях, не опускаясь до конца, возможно, вполне вероятно, что у него есть на это причины. И если у вас есть эта проблема, то просто забейте на мнение окружающих. Вы тренируете ради себя, ради своего здоровья, а это значит, что нужно делать то, что будет давать вам результат. Да, вы можете делать отжимания не в полную амплитуду, но потом добавлять нагрузку, например, купить себе жилет-утяжелитель. И со стороны, может быть, кто-то будет считать это странным, что вы вместо того, чтобы опускаться до конца, делаете частичную амплитуду, но при этом добавили себе вес. Но учитывая вашу ситуацию, которая не позволяет делать брусья в полную амплитуду, это отличное решение для увеличения нагрузки в этом упражнении и для создания стимулов своим мышцам для дальнейшего роста. А что там будут говорить люди на площадке, или что они там будут думать, да черт с ними вообще. И как я уже сказал, у меня точно такая же проблема. Я знаю о ней из первых рук. Она в какой-то момент появилась, когда я начал тренироваться, и теперь она никуда не уходит, она навсегда будет со мной. Поэтому вы очень-очень редко можете увидеть меня на брусьях, и даже когда вы это увидите, вы увидите, что я делаю брусья в очень странной амплитуде. И я не буду делать их в другой амплитуде, просто потому что это может создать мне проблемы в долгосрочной перспективе. И мне абсолютно все равно, что там кто будет писать про брусья и говорить, что я не дожимаю. Потому что я не могу дожать физически из-за вот этой вот редкой штуки. Так что можете свое мнение по поводу техники оставлять при себе. Вот такая вот история. Хотелось бы ее закончить на позитивной ноте, но, к сожалению, ее нет. Механизм лечения консервативного неизвестен. Известен только хирургический способ устранения этой проблемы. Почему она возникает, тоже не очень понятно. Как я уже предположил, это все связано с генетикой. Но если эта штука у вас есть, от нее никуда не деться. Честно скажу, я не вижу смысла делать хирургическую операцию, если только вы не какой-нибудь профессиональный спортсмен, которому это действительно нужно. Гораздо более естественный и гораздо более безопасный способ это просто изменить свои паттерны движения и выбирать те упражнения, те движения, которые вы можете выполнять без проблем с активными суставами. Вот такие вот дела, малята. С вами был Антон, канал Street Workout и увидимся в следующем ролике или на уличных площадках вашего города. Так что до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok